Всем привет! Сегодня я расскажу вам историю харьковского кондитерского магазина Ведмедек, а по-русски Медвежонок. Это первый фирменный кондитерский магазин в Харькове, который открылся в 1900 году и принадлежал он торговому дому Жорж Борман. Открытие магазина этой фабрики сразу завоевал симпатии горожан и гостей города. Он располагался в доме Гладкова на Николаевской площади и по своему интерьеру не уступал по красоте столичным. Его интерьер выполнен в стиле барокко, мастером-краснодеревщиком Москаленко. Высокие потолки с изящными люстрами и старинной лепниной, деревянные шкафы, украшенные позолотой и зеркалами, витрины, украшенные огромными пирамидами коробок с конфетами. Они разрисованы узорами из цветов, пасторальными и историческими сценами. Макеты рогов изобилия, из которых сыпались конфеты, деревянные, завернутые в яркие фантики. В вазах и плетеных корзинах сверкали тянучки и помадки. Вечером витрины подсвечивались с керосиновыми или электрическими лампами. Это был первый магазин в Харькове, который имел электрическое освещение. Удачным рекламным ходом стал выпуск кондитерских изделий с различными этикетками. Например, серия бумажные изделия учила сворачивать из бумаги петушков, зайчиков, белочек, модели самолетов и так далее. На этикетках для Монпансье серии «Русские писатели» можно было не только видеть портреты Гоголя, Достоевского, Толстого, но и прочитать цитаты из их произведений. Также были серии «Географический атлас», коллекции жуков, «Народы Сибири», «Спорт» и многие другие. Все это способствовало не только рекламе кондитерских изделий, но и народному образованию. В 1922 году фабрика товарищества Жорж Борман была переименована в кондитерскую фабрику «Октябрь». Фирменный магазин получил такое же название. После войны магазин был известен как кондитерские вырубы, кондитерские изделия на Тевелево. Согласно справочнику городской телефонной сети, в 1974 году магазин уже назывался «Ведмедек». С 2002 года уникальный магазин для Харькова, единственный уцелевший из внушительного списка кондитерских магазинов начала 20 века, стал фирменным магазином Харьковской бисквитной фабрики, сохранив свое название «Ведмедек». Он включен во многие туристические маршруты города как историческая достопримечательность. Хочу отметить, что интерьер магазина не изменился. Все те же деревянные витрины с позолоченными элементами и зеркалами, тонкая роспись на потолке, изящные люстры, деревянные шкафчики и логотип Джордж Борман. А в воздухе витает аромат шоколада. Георгий Борман – это русский предприниматель, в 1896 году основал в Харькове фабрику по производству бисквитов и шоколада «Общество Джордж Борман». В ассортименте фабрики преобладала преимущественно недорогая, доступная широкому кругу потребителей продукция. Это был шоколад, шоколадные конфеты, карамель и монпансье, в банках мармелад, различные варенья, бисквиты и пряники. Он выступал одним из наиболее крупных промышленников Российской империи, получил звание поставщик двора его императорского величества и право наносить на свою продукцию государственный герб. Георгий Борман сумел создать не просто успешное предприятие, а и завоевал любовь и доверие покупателей, имел настоящий знак качества. Именно благодаря ему Харьков вошел в число лидеров по производству кондитерских изделий в империи. У многих харьковчан название «Жорж Борман» ассоциируется со старинным и очень уютным интерьером магазина «Вэдмэдэк». А я всех благодарю за внимание. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и чтобы не потерять подписку. А я желаю вам сладких впечатлений и приятных эмоций. До новых встреч на моем канале!